Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова. Сегодня в гостях у нас Ульяна Подгорная, гинеколог-эндокринолог медицинского центра «Мама». Здравствуйте, Ульяна Михайловна. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Говорим мы сегодня о самом насущном, пожалуй, важном, очень-очень для многих людей. Касается практически каждого, это иммунитет. То, что сейчас особенно актуально, то, что актуально особенно для тех, у кого есть дети, иммунитет весной. Что происходит, как его укрепить, вот Ульяна Михайловна для этого сегодня у нас. Так, давайте начнём всё-таки с вопроса о том, что мы имеем в виду, когда говорим, что иммунитет ослаблен или иммунитет нужно укрепить. Что мы подразумеваем под этими выражениями, что такое иммунитет? Ну, для простого человека, наверное, слово иммунитет почти ни о чём не говорит, да, кроме того, что он представляет для себя сразу такую стройную систему защиты, защиты своего организма, защиты самого человека. Иммунитет бывает разных типов. Особенно вникать, изучать, наверное, в принципе, обычному человеку и не нужно. Но некоторые вещи касаются каждого из нас. Вот мы вроде благополучно пережили зиму. Весна никак не наступает. И вдруг мы понимаем, что утром нет сил встать, что насморк не проходит, что вокруг все заболевают. По телевизору рекламируют какие-то иммунные препараты, дети болеют-болеют и не посещают садики, школы и что-то вроде бы надо делать. Что же происходит? Мы все говорим, вот иммунитет ослаблен. Снизился. То есть снизилась наша защитная реакция. Наша сопротивляемость организма. Но с другой стороны, хорошая сопротивляемость, когда, если ты заболеваешь, у тебя температура 38-39. Это говорит о том, что организм борется высокой температурой, он уничтожает вирусы, микробы и всех вредоносных возбудителей. А когда человек заболевает, у него температура 37-37,2, а сил нет встать. Это тоже одно из проявлений иммунодефицитных состояний. И вообще, что такое дефицит иммунитета или иммунодефицит и так далее. Что это за болевание, состояние. Конечно, на эти вопросы лучше ответит врач-иммунолог. И такие специалисты есть у нас в городе. Ну и когда же обращаться к иммунологу? А когда вы видите, что непонятно, как реагирует организм. Вроде бы вы болеете, а температуры нормальной нет. Или болезнь тянет... Нормальная для болезни, вы имеете в виду? Да, то есть вот она 37,2. То есть болезнь состояния человека. Насморк, может быть, кашель. Вялость. Вялость, да, слабость. И температура. Организм нормально не борется. Либо всё время воспалительные процессы. Неважно, в каком месте. Или горло, или нос. Или у детей бесконечно насморк. Ведь насморк может быть ещё из-за недостаточной увлажнённости воздуха. Конечно. Сухой воздух, которым у нас сейчас, в общем-то, обеспечены все жилые помещения. Это присутствует. Но просто сухость слизистых или сухость кожи и бесконечная простуда – это две, в общем-то, большие разницы. Поэтому снижение иммунитета в начале весны, в конце зимы способствует, во-первых, отсутствие полноценных качественных витаминов в овощах и фруктах. При длительном хранении они, конечно, потихонечку исчезают. Плюс ко всему, мы начинаем кормиться варёными. Очень мало едим салатов. Очень мало едим квашеной капусты, в которой много витамина С. Всегда спасались, в общем-то, этими народными средствами. И в Германии, и в России квашеная капуста – это одно из основных. И мореплаватели спасались. Да. Да, цинги-то, да. Плюс ко всему, отсутствие солнца способствует низкому уровню витамина D. Дефицит витамина D отражается не только на нарушении выработки гормонов, потому что из витамина D, в том числе, как из кирпичиков, строятся многие стероидные гормоны. Ну и заживляемость слизистых, иммунитета. И вот в таком состоянии мы приходим к весне. И начинаем неправильно питаться. Плюс ко всему стрессы. Посмотрите, все замученные. По телевизору. Несмотря на то, что праздники были длительные недавно, вот еще выходные. У кого стрессов много у людей. Стрессы от того, что нестабильная система сейчас. Хоть и рассказывают, как мы здорово, здоровско вышли из кризиса, но я что-то не вижу признаков рассказывать. Жить стало лучше, жить стало хорошо, веселей. Но реальность и рассказы, может, кому-то стало лучше. Но простым людям очень тяжело. Очень тяжело. Вот. И качество продуктов отвратительное. Купишь фрукты, они через день, через два уже в холодильнике покрываются непонятно. Но, к счастью, не все фрукты мы не будем все-таки обобщать. Есть еще в России фрукты. Да, безусловно. Хорошие, качественные. И у них тоже не будем забывать. Но кому-то не везет. А кому-то везет. Вот. Плюс ко всему, конечно, и цены разные, и у фруктов, и у овощей разные. Ну, в общем и целом, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И еще я хотела уточнить. Если мы говорим о периоде реабилитации после каких-то перенесенных операций, болезней, это ведь тоже получается то время, когда нужно иммунитет укреплять. Правильно я понимаю? Безусловно, есть различные состояния, начиная от вмешательства специалистов, вмешательства врача. И такие специалисты, возвращаясь, есть у нас в области и в городе замечательные специалисты. И в спеццентре, и в областной больнице, и в ней гематологии. Ну, и можно использовать народные средства. Наверное, лучше начинать с того, что попроще. И, в общем-то, если сам о себе... Да, давайте с этого и начнем. Ну, начнем, как всегда, с того, что правильно питаться. Сразу оговоримся, что то, что мы сейчас будем произносить, никоим образом не приведет к полнейшему выздоровлению. Это лишь то, к чему привыкли люди за многие-многие столетия. То, чем пользовались еще наши мамы, наши бабушки, дедушки, для того, чтобы себя поддерживать, свой организм в тонусе, энергию, здоровье. Да, но ни в коем случае не призываем 100% наследовать нашим рекомендациям. Ну, это одно из мнений, которое можно послушать. Можно пользоваться, можно иметь. Да, можно послушать, сказать, ну, ребят, рассказывайте. Можно сказать, ага, я вот могу воспользоваться. Итак, что же это? Я бы начала с правильного питания, все-таки. Хотелось бы акцентировать внимание, репку, редьку никто не запрещал. Наши предки прекрасно употребляли в качестве одних из основных продуктов питания в зимний период. Вот такие корнеплоиды. Которые хорошо хранятся, сохраняют свой полезное качество. Редька, репка, горчицу использовали. Это все, что содержит и эфирное масло, и иммуномодуляторы натуральное, растительное. Также мы можем использовать имбирь. Вот это, в общем-то, помогает. Свежий? Да, конечно, можно его натереть, положить в чай. Есть мнение, что его можно класть в суп. Почему нет? У меня подруга готовит. Ну, как приправу добавляет имбирь во многие блюда. Да. А вот как раз в связи с этим вопрос, свежий имбирь и молдый, то, что мы в пакетиках покупаем в качестве приправы, получается, в пакетиках уже не обладает такими свойствами, как свежий? Ну, практически нет. Я думаю, скорее, смотря сколько его съесть. Там уже, наверное, отрицательное качество появится. А лучше, конечно, свежий. Редька обладает замечательными свойствами. Пожалуйста, корнеплоды качественные. Пожалуйста, например, капуста кальраби замечательная. И здесь бы пригодился как раз рецепт прекрасного салата из кальраби. Да. Со сметанным соусом. Да. Очень чем-нибудь таким вкусненьким. Да, конечно, делать акцент на растительные масла, которые добавляются в салаты, которые не подвергались дополнительной очистке. Вот. Ну, это простое. Естественно, следить за питанием, за порожнением кишечника, потому что на кишечнике завязана иммунная система в том числе. Вот. Давайте пойдем дальше. Кроме питания, пребывание на свежем воздухе. Никто не мешает родителям благополучно встать на лыжи, выходные дни со своими детишками пробежать в Порошино пару-тройку километров. При этом не пивком запивать, да, и водочкой, а прекрасно можно попить просто чай с медом, прогуляться, поиграть. Слава Богу. Те же морсики. Те же морсики, да. Погода позволяет. Снег чистый, белый, приятный. В городе, конечно, очень много загазованности. Много автомобилей. Посмотрите на снег. Снег порой такой черный бывает. Этим же мы дышим. Поэтому выбраться, конечно, за город нужно. И параллельно сауна, баня, все это снимает стресс. Пожалуйста, вам модны нынче СПА-процедуры в том числе? Ну, мы говорим о бюджетном. О бюджетном таком варианте. Домашний СПА-процедуры. Да, да, да. Можно съездить к друзьям, к родителям в деревню за город. Просто провести приятное время. И вот таким образом, снимая стресс, мы как бы заново рождаемся, очищаемся. И в новую неделю мы заходим уже с полными сил. Дальше. Если же все-таки мы видим, что начинается что-то недомогание, насморк, давайте посмотрим. Часто ли вы вообще раз в год-то посещаете литерапевта? Сколько вам лет? А не пора ли сдать? Банальный анализ, общий анализ крови. Кровь на сахар. Да? Хотя бы вот простые вещи, состояние печени, это все имеет огромное значение. Ну и если вы начинаете заболевать, начните с народных средств. Их никто не отменял. В период эпидемии проветривания, да, использование народных средств, таких как порезать лук, чеснок и в тарелочках расставить по комнатам. Как раньше носили детский садик с собой на веревочке, чесночок. На веревочке, наверное, он не сильно будет действовать. А если его порезать и положить, мелко порубить, положить в какое-нибудь блюдечко, и он будет стоять несколько часов, испаряясь, бактерицидные вещества выделять. Есть растения, выделяющие бактерицидные вещества. Есть специальные приборы, которые озонируют воздух, увлажняют. Это тоже бактерицидные вещества. А солевые лампы и вот эти все вещи? Да, да, да. Это тоже, в общем-то, иммуностимулирующим свойством обладает. Потом, если... Мне очень понравились... Нравятся вот российские разработки некоторые. Например, мы сейчас широко используем препараты, содержащие бактериофаги. Что такое бактериофаги? Бактериофаги – это вирусы, которые поселяются в плохих бактериях и уничтожают их. Хорошие вещи. И пока есть плохие бактерии, они могут размножаться в вашем организме. И когда бактерии плохие заканчиваются, в общем-то, эти вирусы покидают. Сейчас бактериофаги продаются в виде гелий. Это российская компания «Микромир» производит. Я ни в коем случае не рекламирую эту компанию. Просто мне понравилось, что можно беременным, можно с первого дня жизни, можно с первого дня беременности. Эти препараты используются для лечения полости рта, в стоматологии, для лечения лорорганов носа, уха, горла. И когда детишек беспокоят бесконечные зеленые сопли и так далее, и так далее, и родители все умучились, и уже стыдно, вот они и до колен висят, вы можете вполне использовать эти препараты. У них есть специальное название – Отофаг, Фагодент. И никакого вреда они не имеют. Они без коса, без запаха, без цвета. Такой прозрачный гель. Дети с удовольствием его мажут в носик, в ротик. И со временем порой хронические бронхи даже у детишек уходят, если по чуть-чуть использовать их, ну, скажем, длительное время. Детям это очень помогает. В принципе, любые антибиотики, они вызывают, прежде всего, подавление иммунитета, вызывают иссушение слизистых оболочек. А вот такой препарат интересный, в общем, бактериофагии известны давно, более 100 лет. И, в общем-то, замечательная вещь. Мы широко используем, рекомендуем. Есть вагинальные препараты для женщин беременных и небеременных, увлажняющие слизистую. В общем, российская наука, она, в общем-то, двигается, идёт вперёд. И этот препарат, по-моему, получил даже какой-то медаль на международной выставке. В общем, разработка очень хорошая, он не является даже лекарственным препаратом, он больше является профилактическим. Но против вирусов он не действует. Он, в принципе, убирает хронические вялтекущие воспаления какие-то. Возвращаемся. Что же нам помогает бороться с вирусами? Какие заболевания есть, да? Дальше у нас есть растительные препараты, типа эхинации, женьшень. Пожалуйста, принимайте витамин D, принимайте. Можно купить в капельках водорастворимые формы витаминов. И, в принципе, передозировки особой не будет, если это будет детская дозировка. Но я сомневаюсь, что если выйти на улицу, выбрать, ну вот, как это сказать, не глядя, пять человек, да, поймать на улице и проверить уровень витамина D, я больше чем уверена, что у всех будет дефицит. Конечно, солнца мы не видим практически. Ну, может быть, те, кто катается на лыжах в солнечный день, мы не видят. Захватывают еще солнышко. Вот, в принципе, ничего такого нет. А водорастворимые формы, они выводятся с водой, они не... Передозировать будет очень сложно. И, в общем-то, штука очень хорошая. Вот, витамин C, пожалуйста, используйте. Клюквенный морс. Он не только иммуномодулирующим свойством обладает, он содержит вот такую специальную кислоту, которая в почках превращается в антибиотик, и санирует, и является профилактикой осложнений на почке. Вот. Но это ягоды, клюквы. Их кипятком заваривать не надо. Да и вообще мед, клюква, они должны быть на столе. Избыток сахара подавляет иммунитет. Это тоже надо помнить. Детей всё равно надо ограничивать. Вот. И если можно в зимний период заменить сахар... Вареньем этим же клюквенным? Ну... Нет? Лучше медом. Вот. Ну, в общем-то, мед можно смешать и с ягодками различными. Ещё раз говорю. Да, конечно, редька пахнет, может быть, не очень аппетитно, не очень вкусно, но зато она очень полезна. И не надо дожидаться, когда вы заболеете, чтобы её есть. А может быть, профилактически взять, натереть с маслицем, со сметанкой. Это очень полезно. Вот. Мы поговорили о питании. Я предлагаю сейчас постепенно перейти к тем возможностям, которые у вас в медцентре можно получить. На их там целый список я посмотрела. Ну, вот смотрите, мы поговорили о том, что человек может придумать сам, сделать сам, взять, воспользоваться. Но вместе с тем хорошо бы ещё к врачу обратиться. Правильно? Я говорю только о начальных проявлениях, когда он может просто попробовать защитить себя своим способом. Когда нет очень высокой температуры, когда он видит, что вокруг все заболевают и может начать уже себя защищать. И в это время именно правильно не перегружаться, отдыхать побольше, вот, дышать свежим воздухом и минимум стрессов. Может быть, меньше смотреть телевизор. Больше гулять. Больше гулять. Кстати, любовь всегда стимулирует иммунитет. Любовь в семье, любовь к животным. И вообще, ощущать себя любимой и любимым, это всегда нам помогает бороться со всеми трудностями в жизни. В том числе и с простудой. Особенно весной. Да. Весной любовь нам очень нужна. Если поговорить о медицинских способах лечения, безопасных, безопасных, это есть такой метод, называется озонотерапия. Очень популярный в последнее время. Да. Мы давно уже используем эту методику. И его можно использовать беременным. Конечно, если нет аллергии. Это может быть аллергия? Вообще-то, да. Аллергия может быть на всё. На солнце, на ветер, на холод. Но, в принципе, я видела один раз аллергию. Причём она со временем у человека прошла. Не могу объяснить. Дело привычки, наверное, да, в том числе? Не знаю. А так, мы беременны, можем покапать озон внутри вена. Есть приборы, опять-таки, которые бытовые, можно дома включать, и они будут озонировать воздух. Озон – это насыщенный кислород, которого нам так не хватает. Который, в общем-то, обладает иммуностимулирующими свойствами. Но полностью заменить прогулки он не может. Ну, конечно, нет. Ну, конечно. Это так. Если бы всё было так просто. Да. Это дома немножко почистить воздух. Особенно, если, скажем, люди много работают, очень много контактов с другими людьми. Риск получить инфекцию, инфицироваться. Достаточно высок. Вот. Различные травы. И не зря вот этот период, великий пост, он длится у нас, да, много дней, больше месяца. И он в том числе защищает человека. В общем-то, наша православная религия, она достаточно мудрая. Вот. Там много чего предусмотрели за нас. И чем больше я вот наблюдаю за людьми, тем больше понимаю, что настолько много... Сейчас мы сталкиваемся и с вирусами сознания, да, вирусы не только в виде инфекционных моментов, а есть вирусы сознания, когда вдруг все начинают там слепо верить в то, во что верить не нужно. И, наверное, вот эти 10 заповедей Христа, они как раз являются такой антивирусником для нашего мозга. Ну, вот это мое личное мнение. Оно, может быть, не понравится кому-то другому. Я не претендую на истину в последней инстанции. Но вирусы, с которыми мы сталкиваемся, они, в общем-то, не хотят в большинстве случаев нас убивать. Они хотят просто пожить в нас, попользоваться нами. Они сами по себе не могут размножаться, делиться без использования наших ДНК или РНК. Поэтому вирусам живое существо очень сильно нужно. И противовирусная защита, она, конечно, и не только генетически обусловлена, да, но и еще связана с образом жизни, образом мышления человека. Например, сейчас очень много говорится о вирусах, передаваемых половым путем, которые формируют рак шейки матки, рак половых органов у мужчин и у женщин. И это серьезно, достаточно. Вот, конечно, мы используем препараты. Тоже вот российскую разработку нам очень нравится в центре Аллакин Альфа. Не знаю, можно у вас говорить, нельзя название. Это российский препарат. Он имеет плюсы, имеет минусы. Естественно, минусы в чем? Все-таки он назначается врачом, и это лекарственное средство, да, и требования к нему жесткие, да, он хранится при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия. И надо делать его подкожно. Но зато он, в общем-то, один из лучших иммунных препаратов, перед назначением которого не требуется делать иммунограммы. Ну вот на сегодняшний день это российский препарат, который зарегистрирован во многих странах мира, и нам есть чем гордиться. Да, действительно. Мы его используем. Но, конечно, хотелось бы, чтобы люди любили друг друга всю жизнь, хранили верность и меньше инфицировались. Тогда всем было бы гораздо проще. Конечно, было бы проще. Но этот противовирусный иммунный препарат можно использовать, когда человек заболел и гриппом, и видит, что он не справляется, либо какими-то другими вирусными инфекциями, либо герпесом. Это вещество способствует выведению вируса из организма. Такое слово есть – элиминация, выведение из организма. И нам очень нравится. Мы используем. В российских разработках есть различные капельки в нос иммунные. Например, Деренат есть такой препарат. Но это кому-то помогает, кому-то не помогает. Кто-то видит результат, кто-то не видит. Да, конечно, с иммунными препаратами надо быть очень осторожными, потому что без назначения врача всё-таки их не использовать. Но надо понимать, что есть те препараты, которые должен назначать только иммунолог, по результатам хорошей качественной иммунограммы, чтобы удары были точечные, как военно-космические силы, чтобы удары были прицельные. Ульяна Михайловна, давайте поясним, что такое иммунограмма. Иммунограмма – это анализ крови, проведённый таким образом, чтобы оценить соотношение и содержание иммунокомпетентных клеток и специальных веществ, обладающих иммунными свойствами. То есть это не анализ крови, в котором посчитали эритроциты и лейкоциты, а специальные показатели, которые позволят врачу-иммунологу понять, оценить и увидеть, какое звено в иммунитете не дотягивает, не дорабатывает. И любые хронические заболевания или острые заболевания вносят изменения в иммунограмму. Например, какое-то вялотекущее заболевание может привести к тому, что иммунитет тоже истощается, уже вторично. То есть долго терпеть, страдать, мучиться не надо. Надо понять, что если у вас организм не сопротивляется, ну, наверное, решить со своим доктором-терапевтом и уже определиться, двигаться нужен вам иммунолог, не нужен. Ну, хотя бы какие-то основные показатели посмотреть. Люди ведь работают так много, что порой не успевают оглянуться, что уже пролетел год. Вот, в этом и вопрос. Как заметить, зафиксировать это состояние? Сколько оно должно длиться, чтобы понять, что вот нужно уже что-то делать? День, два, неделю? Ну, вот смотрите, при снижении функции щитовидной железы, при сахарном диабете, порой у человека дебют диабет, а он даже об этом не знает. То есть как только человек заметил, что утром у него нет сил встать, что он очень быстро устает, приходя с работы, он в основном лежит. Ну, нет сил уже встать, поиграть с детьми, там, сходить выголить собаку, ещё какие-то дела поделать. Но здесь такое слово «надо», когда очень сложно это заметить. Когда ты уже не можешь делать «надо», когда тебе больше хочется полежать, когда тебе общение с семьёй не доставляет уже радости. То есть ты чувствуешь, что последнюю неделю-две нет сил. И динамика, то есть только отрицательная, то есть ухудшение самочувствия, слабость. Для начала надо, наверное, просто сходить к терапевту, чтобы вас послушали, посмотрели, сдать хотя бы общий анализ крови. И уже доктор посмотрит, биохимию, нет ли у вас повышенного сахара, нормальная ли работает функция печени и почек. И тогда уже, увидев, что грубой патологии нет какой-то, ну, в крови можно увидеть высокие лейкоциты, пониженные лейкоциты. В зависимости от остроты процесса. И, в принципе, терапевт уже вам поможет. Мне кажется, лучший способ лечения – это профилактика. Конечно, согласна. Если вы сами о себе заботиться не будете, сами себя спасать не будете, то как мы будем вас спасать? Больше никому это не нужно. Понимаете, вот меня в России в последнее время удивляет, что от врачей требуют как от богов, а относятся как к прислуге. Есть такие вопросы. То есть, во-первых, врач не бог. Если пациент сам не заинтересован в своём здоровье, его не бережёт, когда пациент приходит иногда в таком состоянии, что помочь ему бывает очень трудно, очень сложно. И обижаться на врача бессмысленно. На самом деле врач не бог. Хотя рекомендации по этому не соблюдаются, которые врач прописывает. Режим не соблюдается. Что же тут сделать-то можно? Ну вот у меня, например, подруга, врач-терапевт, она девушке молодой объясняла, что с высокими сахарами 25, такой у неё ювенильный диабет, что надо корректировать. А она приходила к ней в кабинет, держа мороженое в руках и специально бравировала. Она говорит, я объясняла, объясняла, объясняла. Человек принципиально игнорировал всё. Ну и в какой-то момент сказал, нравится так нравится, я тебя предупредила. Быстро девушка поменяла врача. И говорит, не прошло и полгода, как я услышала, что она уже ищет почку. Конечно, то есть это всё не так просто. Сколько верёвочки не виться, а конец будет. Вот поэтому самый простой способ заботиться самим о себе. Улина Михайловна, ещё такой вопрос. У вас в центре проводится такая услуга, как надвенное лазерное облучение крови. Что это такое? Да, это есть такая методика. Тоже полезно для иммунитета? Очень хорошая вещь, иммуностимулирующая, иммуномодулирующая. Она не инвазивная. То есть идёт облучение крови через вену локтевую. То есть такой приборчик одевается. И всё идёт. С иголочкой, я так понимаю, да? Нет, иголочка не колется, ничего. Это надвенная. То есть облучается венка на глубину до сантиметра-полутора. Так, и что происходит? Идёт стимуляция крови, иммуностимуляция. Объясните, пожалуйста, за счёт чего? Как лазер может стимулировать кровь? И это всё ещё может помочь иммунитетам? Это замечательный иммуномодулирующий аппарат. Это есть лучи, которые убивают, есть лучи, которые стимулируют. Вот, лазерное надвенное облучение крови – это не инвазивная процедура. Не надо колоть вену, не надо, будет не больно. Но использование лазера стимулирует образование новых клеток. Но мы стараемся не использовать лазер местно, например, при миомах вагинально, потому что миомы могут начать расти. А надвенное облучение крови не обладает такими свойствами, в принципе. Замечательная идёт иммуностимуляция. Активируются иммунокомпетентные клетки. И противовирусный эффект получаем в том числе. Но это как раз интересно в процессе реабилитации, когда уже восстанавливается человек после перенесённой ОРЗ, после перенесённого гриппа, пневмонии и так далее, бронхита. Но ведь людям некогда. Вот поэтому, наверное, на этом мы вынуждены завершить замечательную программу. Людмила Михайловна, спасибо большое, что пришли. Очень рада была с вами вновь побеседовать. Мы сегодня говорили с вами об иммунитете, о том, как его сохранить, как его восстановить. Пришли к выводу, что нужно наслаждаться жизнью, любить себя, любить... Любить других. Любить весь мир. Да, и заботиться о своём здоровье, на самом деле, посещать и специалистов, и врачей. В гостях у нас была Ульяна Подгорная, гинеколог-эндокринолог медицинского центра «Мама». Поговорили мы об услугах медцентра, поэтому обращайтесь, рекомендуем. Спасибо. Приходите к нам, мы будем стараться. Ждём вас. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Спасибо вам. Будьте здоровы. Будьте здоровы.